Сейчас мы рассматриваем то, что Бог открывался не только Аврааму, да, но и разным другим народам. И мы знаем из послания к римлянам в первых главах, да, тоже говорится, что другие народы тоже получали откровения от Бога. И даже если они не знают Тору, то все равно, рассматривая через Божье творение, они имеют понятие о Боге. Поэтому мы сейчас говорили о некоторых народах и говорили о царе Эхнатонии, который, видимо, тоже какое-то получил откровение от Бога, потому что его высказывания очень похожи на то, что делали евреи и делали даже христиане. И мы переходим к следующему интересному моменту. Во времена фараона Эхнатона было также понятие о Боге Осирисе, который Бог умирающий, да, и Бог воскрешающий. И Ешо, помните, себя говорил, да, что умерший, воскрешший. И если кто-то из нас, он тоже уподобляется Ешо, когда он погибает как зерно, да, а потом вырастает и дает множество плода. Если зерно не погибнет, оно не даст плода, да. И такая же мысль была и в то время в Египте. Живу я или умер я? Я есть Осирис. Я вхожу и вновь появляюсь через вас. Я распадаюсь в вас, я расту в вас. Боги живут во мне, ибо я живу и расту в зерне, которая их питает. Я покрываю землю, живу я или умер, я есть ячмень. Я неуничтожим, я ввел порядок, я стал в вас селеном порядка. Я возникаю из тела порядка. Более того, более того, говорится даже о непорочном зачатии. Когда были написаны гимны Бога Атону, Атон, да, Бог Солнца, и было сказано, что Солнце – начало жизни, его лучи объявляют все земли. Хотя ты находишься очень далеко, твои лучи падают на землю. Хотя ты пребываешь на лицах людей, твои следы невидимы. Атон зарождает семя в женщине. Бог, который зарождает семя в женщине. Да? Непорочное зачатие. Удивительно, да? И это сказано еще было задолго, да? До того, что еще Мессия воплотилась. Было какое-то откровение, пусть даже искаженное от Бога, да? Да? Могли бы они пойти по этому пути, признав единого Бога, да? Творца неба и земли. И это как раз реформа совпала с нашествием гексосов. Старые боги не защитили Египет. Старые боги оказались бессильны. И тогда пришел Бог. Бог. Бог Солнца. Бог Царь, властитель неба и земли. Но, к сожалению, вы помните, что реформы Эхнатона, они были что? Очень коротковременные, да? Кстати, кто была жена Эхнатона? Все ее видели? Нефертити. Да, Нефертити была жена Эхнатона. А, преемник Эхнатона, Тутанхамон, он снова вернулся в Фивы, ввел культ ОМОНа, и следы реформ Эхнатона были ликвидированы. Попытка Эхнатона потерпела крушение. Не только основанный их культ, но даже само имя реформатора было стерто с аналовой египетской истериографии. Историческая истина восстановлена лишь в конце 19 века. И некоторые историки считают, что если бы реформа Эхнатона удалась, встретив достойных преемников, Мессия Христа была бы осуществлена не несколько веков раньше, и не на Иордане, а в долине Нила. Ну, я верю в Божий план в отношении к Израиле. Но, опять-таки, была свободная воля принять или не принять Божьи откровения. Следующее, это мы знаем и в Новом Завете, неизвестный бог Элинов. Примерно 500 лет до нашей эры Афины поразила страшная эпидемия. Люди умирали тысячами. Возможно, это была чума. Они молились о богам, они приносили жертвы многим богам. Они вызывались врачей со всех известных тогда городов. Но никто ничем не мог помочь. Тогда они обратились на Крит в город Кнос. И там был такой мудрец, философ по имени Эпименит. И дельфийский Аракул ответил им, что именно человек Эпименит поможет умилостивить разгневанного бога и спасти город. И когда Эпименит пришел, он сказал, что вы верите во всех богов. Но есть один неведомый бог. Его нельзя изобразить, его нельзя извоять. Вот если вы принесете жертву этому неведомому богу, то ваша эпидемия прекратится. И тогда они решили, а если бог неведомый, как же может указать нам, где принести жертву богу. И Эпименит сказал, вы должны утром выпустить стадо овец. И где овца ляжет, там вы построите жертвенник богу. Это чем-то похоже на то, что овечью сердце выкладывал Гедеон, правда? Но в данном случае это было целое овечье стадо. В чем заключался самый интерес этого теста? Овцы, они не ложатся до тех пор, пока не накушаются. Когда овца утром, она голодная, она, сначала овца должна наесться, она жвачное животное, потом она ложится на землю и отрыгивает пищу. То есть, голодные овцы не ложатся. И даже над Эпименитом стали смеяться. Он сказал, сделайте так. И действительно, когда овцы были голодны, но несколько овец улеглись, и афиняне принесли их в жертву неведомому богу на жертвенник, построенных специально для этого случая. И тогда чума покинула город. Эпимедведу предложил репах большого денежного вознаграждения, целый талант. золото, это примерно около пуда золото. Он отказался и сказал, что самым лучшим для меня будет заключение дружбы между Критом и между Афинами. Прошло время, эти жертвенники развалились, потому что никто неведомому богу жертву не приносил, и остался один-единственный полуразрушенный жертвенник, на котором было написано, что неведомому богу. И как этот неведомый бог назывался? Сейчас. Теос, 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 Теос. Как там по-гречески? Теос Агностикус типа такого. Теос Агностис. Агности, да, это неизвестный. Неизвестный богу. Прошло еще какое-то время, и вот еще один еврей, да, пришел в Афины. Он был вдохновлен богом и сказал, что Афиняне, что есть, среди вас это Деяние, 17-я глава, да? Проходя осмотрев ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано неведомого бога. Этого-то, который вы не знаете, чтите и проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, в нерукотворных храмах живет и не требует служения рук человеческая. От одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их опитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он недалеко от каждого из нас, ибо мы им движемся, мы существуем и, как некоторые из ваших стихотворцев говорят, мы его род. Да? И вы знаете, кого он цитирует? Каким имя это? Прошло пятьсот лет, а то не просто какой-то невежественный еврей пришел и увидел память неведомого Бога. Он знал, что эпименид критянин. И он цитирует даже еще другое высказывание эпименида. Помните Титу? Первая глава 12 по 15 стих. Из них же самих один стихотворец, один стихотворец это тот же самый эпименид, который сказал моего и врод. Один стихотворец сказал критяне всегда лжицы, злые звери и утробы ленивые. Среднительство это справедливо. Вот так вот. Так что видите, он не просто Павел увидел неведомого Бога, он конкретно цитировал этого автора относящегося к этому. И вы знаете, что был Дионисий Ариапагит некто, который уверовал. И свидетельство второго века утверждает, что Дионисий действительно был первым священником Афин, первым христианским священием Афин. Дионисий происходит от имени греческого Бога Диониса. Это Бога, который несет идею смерти и воскресения. Вот такая интересная получилась история. Инки. Инки не живут в своей ботинке. Они ходили босиком, да? Но помните, у Инкова было даже коммунистическое государство. У Инкова-то как раз был культ солнца. Но оказывается, инки пошли еще дальше. У Инкова был культ солнца в городе Куско, был храм Инти. Был храм Инти. И был у них такой тоже царь и информатор по имени Пачакути. Пачакути заметил, что солнечный свет может быть затенен любым проходящим облаком. Никто до этого не обращал на это внимания. Поэтому Пачакути сказал, что солнце это не Бог. Есть тот, кто выше солнца. Инти не есть истинный Бог. Но кто же тогда истинный? Как мог язычник инка, не ведущий иудео-христианского просветления, найти решение этой задачи? И он вспомнил, что в традиции инков есть память о Вирокоче. Вирокоче это Господь Всемогущий, Творец Всего. И тогда Пачакути сказал, что мы не будем поклоняться Богу Солнца. Мы будем поклоняться Богу Вирокоче, который есть Бог, Творец Всего. Пачакути также вспомнил, что его отец Хатун Тупак однажды заявил, что во сне получил наставление от Вирокоче, что Вирокоче истинный Создатель Всего. И он берет себе новое имя Вирокоче. И поклонение Инти занимает на поклонение Вирокоче. Учение Пачакути в трех пунктах. Инти не может быть всеобщим, если он дает свет одним, отнимает его других. Он не может быть совершенным, если он не в состоянии дать себе волю и отдохнуть. Он не может быть властелином, раз малейшее облако способно его засладить. И он говорит, что Бог Вирокоче древний, недосягаемый, высший и извечный. Не нужны ему грубые утешения супруги. Когда пожелает, он является триединым. В остальных же случаях лишь небесное воинство и охранье способствует по их классификации сопутствует его одиночеству. Итак, Бог Вирокоче древний, недосягаемый, высший и извечный. Ему не нужны грубые утешения супруги и когда пожелает, он является триединым. Круто, товарищи. Еще ни одного европейца инков не было. Европейцы пришли через сто лет. Дальше. Значит, он сотворил все народы, равно как и всех духов своим словом. Не знаю, может, какой-то еврей древний затесался туда. Вот. И просветил товарища Пачакутия, не знаю. Ибо, да, он владыка судьбы человека, питающий его, предопределяющий его сроки. Он истинная суть жизни, ибо он согревает людей с помощью сотворенного ими сына пунчау солнечного диска, который отличается от самого солнца. Он источник покоя и порядка, он сам по себе благословение и питает жалость к ничтожеству людей. Он единый судит их и прощает и дает им силу бороться со злом в них самих. Зло не вне людей. Зло где? В них самих. Какие замечательные учения, правда? Это люди, которые, в общем-то, не имели никакой практически связи с старым цветом, правда, как говорят? Вот. Почекути собрал собор и потребовал, что все молитвы от этого дня должны быть адресованы только в Верокочи. Следствием этого собора явилось сочиненное царем Почекути почтительный гимн Верокочи. И часть священностей служителей реагировали крайне враждебно. Понятное дело. Началась вражда, которая позднее закончилась гражданской войной, и потом началось опять язычество, начали приносить человеческие жертвы, и через сто лет они были завоеваны пришельцами с востока, то есть европейцами. В Бирме есть такое племя Карены, которые живут в 250 милях от Арангуна. И Карены однажды к ним пришел некто, путешественник, и он оказался белый. До этого они белых людей не видели. И они приняли белого брата. Они приняли белого брата. И этот человек увидел у них книгу. И в этой книге были записаны очень интересные вещи. Там рассказано о неком божестве Ива. Ива это бог истины, бог живой, он бессмертен, жизнь его длина, проходит вечность и не умирает он, проходит другая, не умирает он, он совершенен своих достоинствах, за вечностью следует вечность, не умирает он. Тос отворил мир с самого начала, Ива отворил мир с самого начала, Ивар оставил все по своим местам. Дальше это все в психотворном виде. А дальше вот что интересно. Изначально построил мир Ива. Он определил, что есть и что пить. Он создал плод испытания, и указания его были точны. Му Коли, ну так как дьявол, подверг соблазну двух людей. Из-за него они отведали плод от дерева испытания, не послушались они, не поверили Ива, и поев плода испытания, беззащитными стали перед болезнями, старостью и смертью. Это племя, которое жило изолировано, которым не приходили ни христианские, никакие другие миссионеры. И дальше говорится о согрешении, но что сам Ива придет и будет и будет искупление людям. Не молитесь идолами священникам, не дадут вам никаких выгод эти молитвы, тогда как грехи ваши возрастут стократно. Святой обязанностью является уважение родителям. Дети и внуки почитайте отца и мать и благовейте перед ними. Родители страшное преступление. О, дети и внуки, любите Ива, и не так, чтобы упоминать его имя в суе. Если вы лишь произнесете его имя в суе, он уходит от вас все дальше и дальше. О, дети и внуки, не ищите удовольствия в спорах и скандалах, но любите друг друга. Ива глядит на нас с небес. Если мы не любим друг друга, это значит мы не любим Ива. Книга народа, которая вообще не имела никаких контактов с миссионерами. Мелый человек приходит, открывает эту книгу и его читает такие удивительные вещи. Корену, который нарушит закон, предлагается раскаяться и уповать на милость Ива. О, дети и внуки, если мы раскаемся в наших грехах и прекратим творить зло, удерживая наши страсти и ставим молиться Ива, он снова подарит нам свое милосердие. Если у Ива не будет для нас прощения, никто не сможет его нам дать. Он единый, кто нас спасет. Ива. О, дети и внуки, молитесь Ива неустанно ночью и днем. Заканчивается эта книга. Я вам не все прочел, я выдержки пришел. Еще есть другие народы. Вот, например, есть народы Качины, тоже в Бирме, есть народы Лаху, тоже живущие в Мирме, они поклоняются истинному Богу. Даже если бы у человека было десять охапок посохов, и он шел бы и шел, пока не сотрутся они все без остатка, он бы и тогда не нашел бы Гуиша, истинного Бога. Но придет час, и Гуиша сам пошлет к нам белого брата с белой книгой своих белых законов и словом, столь давно утерянным нашими прородцами. Белый брат донесет эту утраченную книгу до самых наших сердец. Так записано народу в Бирме. Вы представляете, как они обрадовались, когда увидели белого брата с белой книгой в руках, а в истинном Боге. есть еще разные народы Бирмы, Таиланда, я сейчас не буду говорить о них много, но вот интересно, что на острове Борнеа были такие охотники за головами дояки, и вообще о них существовании узнали только в 20 веке. Только в 20 веке европейцы там начали высаживаться, уже узнавать эти племена. Значит, у них есть обычай, очень похожий на Йом-Кипур. Поэтому, я говорю, не доплывали ли до евреев из Элата до Борнеа. Помните, у Соломона был свой плод. Значит, раз в год даякские старейшины, собравшись вместе, наблюдаясь за тем, как мастер заканчивает отделку миниверной лодки. Мастер улучшает лодку старейшинам, которые бережно относят ее на берег неподалеку от деревни. На глазах всего населения деревни один из них выбирает двух цыплят из деревенского стада. Убедившись, что оба цыпленка здоровы, он закалывает одного из них. А он, похоже, на празднование Йом-Кипур идет, как делают. Вращение курицы, да, тоже. И окропляет его кровью берег реки. Второго цыпленка, как цыпленка отпущения, живым привязывает на одном конце палубы лодочки, кто-нибудь приносит маленький фонарь, укрепляет на другом конце лодки, зажигает его. Затем жители деревни один за другим подходят к лодке и кладут еще что-то, нечто невидимое на палубу лодки посередине междустечащихся фонариков и цыпленком. И при этом он говорит досоку грех мой. То есть, нечто невидимое, берет грех мой и ложит на палубу возле этого цыпленка. После этого цыпленка повещает значит лодочку и спускает в воду. Когда лодочка, если лодочка исчезает за излученные реки, все забравшиеся поднимают руки к небу и кричат силамат, силамат, мы спасены, спасены. И это повторяется через год. Где евреи, где евреа, где барнеа. Да, удивительные вещи. То есть, Бог, видимо, открывался многократно и многообразно. И даже есть крест, крест у древних тюрок. У древних тюрок. Знаете Атилу? Да? Все слышали? Днем и грозит, как могила едет гуннов царь Атила. Но он не был грозным. Он был довольно интересной личностью, он был довольно образованным. Личностью гунны пришли с востока, с границ Китая, Монголии, через Казахстан. Вот, само название гунов Гуры и у них были различные племена. Гунгуры, это теперь Гунгария страна, Бугуры, Уйгуры, Джунгары. Знаете такие племена? Слышали? От Уйгуров еще Угры тоже. Вот эти племена. И Атила подостоящего названия Эдиль или Итиль. От Ат и Ит родовые термины народ лошади или народ собаки. Кстати, собака Крымский хан, вы помните? На Ухай, да. Тотим Крымского хана была собака, род собаки. Поэтому говорится собака Крымский хан. Кстати, само название Канада означает страна собак. Для одних Атила был грязным неумытым дикарем, для других он был воплощением величия, мудрости, отваги и благородства. В 450 году на территории Италии истерзанной нескончаемыми гражданскими войнами за имперский престол вторник полчища гунов. С рождем их в Атилы. Подобно урагану они проходили по земле Западной Римской империи, сия смерть и разрушение. И согласно книге Откровения 8 глава 10-12 стих многие считали, что это говорится о гуннах и о наказании отступившей церкви в виде гунов. Но что интересно, символом на знамени Атилы что было? Крест. Кстати, я как-то вам покажу крест на символах Чингисхана. Здорово? Почему? Потому что синалом Тингри на знамена Атилы был крест. Само слово Харуг происходит от тюрска Харуг что означает стяг знамя а также переводится как защита и покровительство. Тингри верховный бог тюрков до приятия мусульманства это бог неба. Но небо если можно так выразиться необычное прозаическое с облоками дождем а духовное верхний мир иная реальность дух вселенной также Тингри небесный дух хозяин и бог отец и кроме того некоторые народы вунны тюрки другие поклоняясь человеку солнцу Тингри хану свою покорность Тингри хану кипчаки подчеркивают используя древнейший символ знак равностороннего креста аджи его наносили на лоб либо краской либо в виде татуировки налог кстати сейчас сохранилась маленькая народность живущая в одной деревне в Японии которая возможно произошла от евреев христиан которые были в Японии у них если мальчик рождается на лоб ему мажет сажей крестик и заворачивает его в тали с магендавидом причем это чистокровные японцы вот такая и знак креста возможно также был и в древней тибетской до буддийской культуре он символизировал понятие мир откуда все берет начало и все возвращается он имел как назовем мальтийскую форму и на кресте сохраняясь вырезанные в центре круги предназначенные для украшения с бляшками из драгоценных камней такие кресты находили археологи на мобильных камнях от Байкала до Дуная на земле забытый ныне дождь и кипчак кипчаки как вы помните были предками какого народа и казахского народа и также татары и вот когда я поехал в Казахстан я был приятно удивлен потому что там есть такой символ который называется шанырак шанырак это верхняя сводчатая куполообразная часть юрты и она даже есть в разных гербах республики смотрите то что я вам говорю кольцо внутри кольца крест но заметьте какой интересный крест тройной крест что указывает на троицу отец сын и дух святой и вообще вы знаете что когда прислал ислам на территорию Казахстана там было уже очень много мусульман и один из было очень когда ислам пришел было очень много христиан христиан нестарианского вероисповедания и один из правителей заставил носить специально мужчин одежду с вот таким вот вырезом типа запашного халата но чтобы обязательно была видна грудь для чего чтобы они не носили крест и если многие говорят что да я не знаю что там в Средней Азии делалось в Узбекистане и Таджикистане но народ Казахстана и первая их религия это было христианство первая их настоящая религия хотя и тогда и по сей день естественно там сохраняется очень много языческого ну знаете в нашем христианстве тоже очень много языческого сохраняется и по сей день правда я был удивлен я собирал очень много интересного материала вот хорошо мы еще свастики да свастика это знак в форме равноконечного христа загнутый под прямым концом концами странах востока это древний смысл вечного движения этот символ был принят во многих тайных восточных обществах служение которых носило откровенно оккультный характер и 11 февраля 1929 года когда правительство Муссолини провозглашает создание папского царства Ватикан в Риме в Латеранском дворце за одним столом сидят папский кардинал с крестом и секретарь Муссолини со свастикой они благословляют и приветствуют друг друга и используют крест вот такая дискредитация креста Ишуа Мессии и так мы видим что Бог открывался многообратно и Мелхиседек был один из пророков и служащих Бога удивительно что Мелхиседек благословляет Авраама и почему даже сказал что младше благословляется больше кто же такой был Мелхиседек кто же такой был Белхиседек некоторые говорят что Мелхиседек это был Шем еврейская традиция связывает Мелхиседека с Шемом который был жив в то время и вполне мог жить и царствовать в городе Шаломе дело в том что Шим или Шем или Шим он жил еще 150 лет одновременно с Авраамом когда родился Исхак сколько Аврааму было 100 лет да и еще 50 лет жил Шем то есть вполне это мог быть Шем да но некоторые говорят что под именем Мелхиседека подразумевается воплощенный ангел или другое естественное существо метатрон которое жило некоторое время среди людей так об этом говорит апокрифическая книга Урантии и некоторые люди видят в нем явление Сына Божьего если бы Мелхиседек был простым человеком он бы не благословлял Авраама да это был кто-то кто действовал с силой и властью Бога и вы видите что самое интересное когда после этого подходит к Аврааму царь Содома и говорит отдай мне добычу и он говорит я тебе дам то что из вещей не принадлежит мне там часть принадлежит этому людям которые были не евреи навоевали союзники мои но ни одного человека я тебе не дам и тогда царь говорит Солима царь этого Содома говорит продай мне людей Авраам говорит я от тебя даже шнурка от ботинок не возьму я немножко перефразирую правда удивительная вещь оказывается все люди которые были отбиты в Содоме они кем стали евреями членами семьи и общины Авраама а вот почему то опять оказался там удивительные вещи правда и эти люди были спасены а если бы кто-то захотел добровольно идти в Содом что бы с ним случилось он бы погиб с остальными нечестивцами вопрос почему Авраам был женат на своей сестре это такой вопрос который часто задают да но меня задают вопросы иногда о ком же был женат и Каин и Абель естественно что рождались и сестры да и тогда не было такого запрета на ком они могли жениться ну уж на обезьянах вряд ли они женились бы правда может оттуда произошли всякие фетикантропы я не знаю были опыты подскрещивания человека с обезьяной во времена Сталина брали женщин заключенных и искусственно осеменяли их семен этих там да горилл шимпанзе но после этого институт был закрыт этот и убили всех этих женщин заключенных и убили всех тех кто производил опыты потом убили тех кто их убили и короче говоря никто больше ничего не знает правда говорят на Кавказе какие то волосатые волосатые алмазты бегают не знаю откуда вообще об этом неизвестно да так что поскольку нет случая такого что я сегодня человека с каким-либо видом я думаю что были сестры правда были сестры да сведов и дочерей да но откуда же вот они женились спрашивают вот ну теперь родство какое же было у Авраама с Сарой значит у Авраама было два брата Нахор и Аран или Гаран которые находились в Уре Аран умер уставив после себя Лота и двух дочерей Милку и Иски на Милке женился Нахор а Авраам взял с жены Сарай Сару свою сводную сестру по отцу имя матери Сарай не сообщается согласно классическому иудейскому комментарию Авраам женился на своей племяннице Иски которая позже стала именоваться Сарой а затем Сарай сначала а потом изменено было в Сара в Уре выяснилось что Сарай никак не может родить ребенка и скорее всего бесплодно и дальше вы знаете была проблема и дальше была проблема с рождением сына по обетованию да мы об этом поговорим на следующем часе об Измаиле и об Исхате но вот еще интересно некоторые говорят а на ком же женились двенадцать патриархов да на ком же женились двенадцать патриархов если двенадцать патриархов были первыми и единственными евреями на земле да либо одно из двух либо они женились на неюрейках и тогда их дети неюреи либо надо отказаться от теории да что евреев только мать бывает еврейка но представьте себе даже это такое нарушение идут раввины лучше жениться на сестрах да и они придумали что у каждого была своя сестра вот да Шимон на духовном смысле Шимон женился на своей сестре Дине вот помните на ком женился Ягуда на своей невестке Тамарин откуда у него еще другие дети взялися которые не могли помните иметь наследника в общем от Тамар Яков женился на двух сестрах как вы знаете тоже что было запрещено да в Торе но Якова просто обманули его подставили поэтому Яков Яков не виноват правда Яков не виноват но вы знаете что во всех случаях когда было много жен всегда возникали какие-то проблемы больше всего проблем было у кого у Соломона у Соломона он когда уже посмотрел говорит ни одной женщины мужиков я еще находил праведных но женщины ни одной не видел почитаешь его экклезиаста так и жить не хочется а как вы думаете сколько лет было этому человеку который написал экклезиаст представил 52 года Соломон умер в возрасте не старше 60 лет по преданию он взошел на престол когда ему было 12 лет помните эта история с царем Давидом да когда сначала хотел его старший брат стать царем и уже даже собрал всех братьев чтобы убивать их вот и в это время мама побежала к сверхосвященнику и быстренько помазали Соломона Соломону тогда было 12 лет 5 лет царствовал Давид совместно с Соломоном ну как сказать был регентом регентом и взошел на престол стало быть Соломон в возрасте сколько 12 плюс 5 17 лет сказано что Соломон царствовал 40 лет сколько в возрасте какого он умер 57 лет то есть не старше 60 лет хотя нам кажется что Соломон очень такой утомленный был долгой и мучительной жизнью он был утомлен большим количеством жен вот по этой причине Магомед сказал сказал что больше 4 жен не надо иметь но самого у него было правда больше по-моему 11 или это у Давида 11 жен было да было значительно больше но вообще у евреев примерно с 10 века нашей эры вышло постановление Равгершов издал постановление что можно иметь только одну жену да возникает такой вопрос что делать с лишними женами которые приезжают например из Эфиопии из Аравии или из других стран вот израильский закон трактует израильский закон трактует это так да что раз это твои жены то ты уже должен их соблюдать если они хотят отделиться уйти развод до тебя они могут отделиться но так надо их за ними присматривать уже до конца жизни но новых жен иметь не надо да вот такая же проблема возникала с первыми христианами потому что люди уверовали становились верующие в Ишуа Мессии да а уже по христианской традиции и уже Ишуа точно говорил сколько жен надо иметь человеку одну что же делать с остальными женами да один миссионер пришел к одному вождю племени проповедовал ему Евангелие да вот все такое в общем все крестился ну говорит этому царю негречанскому проповедник ну ты знаешь говорит у тебя одна проблема есть у тебя 10 жен ништяк говорит на следующий день приходит и говорит все пандры вопрос решен а где остальные жены шикер башка им сделал да но христиане такое себе позволить не могли поэтому они продолжали сохранять и содержать своих жен но такой христианин не мог стать лидером церкви поэтому и сказано да что должен иметь только одну жену некоторые доходят столгования до того что говорят что вообще он не должен не быть разведенным и не должен жениться второй раз и так далее это уже как решает церковь как решает вопрос потому что что свяжете вы здесь то и будет связано что развяжете опять таки кошар и треф имеется ввиду не связывание сатаны но такой человек который имел много жен и продолжал с ними жить он не мог становиться лидером церкви но это не значит что христианин теперь может жениться несколько жен я не хочу быть лидером церкви пусть у меня лучше две жены будет понимаете это закон не имеет обратного понятия это только в том случае и сейчас допустим многие из ислама приходят в христианство да и у них возникают такие вопросы ну хорошо с женами поговорили давайте сделаем 10 минут